Один день из жизни депутата. Александр Пиклушенко завершил рабочую неделю в своем округе поездкой в Гуляйпольский район. За его работой наблюдали наши корреспонденты. Первая остановка поселок Железнодорожный. 450 дворов, 1100 жителей и практически все главные бюджетонаполняющие предприятия района. Три с половиной года назад народный депутат Александр Пиклушенко получил наказ. Селяне хотят быть с газом. Признает, было непросто, но теперь здесь начнут жить по-новому. Голубой огонек зажегся в каждом доме. Газификацию считает дверью в будущие села. Питание вырешения газа – это только благодаря четким поразумениям власти, администрации, местному органу самоврядувания, поддержке жителей селища, вере в то, что газ – это действительно значительная подія для нашего селища, для наших людей. Гуляйпольский район газифицирован сейчас на 51%. Такая ситуация не устраивает народного депутата. Считает, темпы газификации должны быть увеличены втрое. Но и без этого здесь проблем хватает. Дороги, завершение строительства 24-квартирного дома, перевод котельной на альтернативное отопление. Александру Пиклушенко показывают ремонт канализационного коллектора. Деньги, которые с таким трудом удалось достать, пошли в дело. Основные вопросы, конечно, нам помогают решить народный депутат Олександр Миколаевич Пиклушенко. Если конкретно, то одна из них, мы только что повернулись, Олександр Миколаевич узнайомился, с ремонтом канализационного коллектора и за сприяння народного депутата нам в этом году, на аресте выделено 7 миллионов гривен. Из них 4 миллиона из державного бюджета и 3 миллиона из областной державной администрации. Вот центральная районная больница обслуживает 26 тысяч жителей. Здесь стоял рентгеновский аппарат 70-х годов выпуска прошлого века. С нагрузкой не справлялся. Расходы на модернизацию больницы не были запланированы. Найти миллион гривен удалось при помощи коллег-депутатов. Не было выделено такой статьи, и мы встретились и быстро решили помочь. Это была спонсорская помощь, и очень приятно сегодня видеть о том, что это очень высокий аппарат, это достойный аппарат, очень работающий на современном уровне, цифровой рентгенаппарат, который будет выполнять и обзорную рентгенографию легких, и суставов, и то есть он принесет большую-большую помощь. Я от вашего имени, от имени всех жителей Гулей-Польского района, сердечно благодарю Татьяну Дмитриевну, Александру Николаевичу за понимание, заботу, внимание. На встрече с главврачами районных больниц обсуждают и другие проблемы сельской медицины, в частности, обеспечение кадрами. Считают, молодых специалистов нужно заинтересовать работой на периферии. Надо как минимум повышать зарплаты в полтора раза. Депутат обещает еще новые флюорограф, две машины скорой помощи и ремонт молочной кухни. Для себя я лично сделал вывод, что народный депутат должен на проблемных объектах бывать два раза. Первый раз для того, чтобы изучить тот или иной вопрос, и второй раз, чтобы доложить о его выполнении. Вот это я и ложу в основу своей работы. Александр Пиклушенко считает, это не последний социальный проект для села. Говорит, гривна будет стабильной, цены контролируемые, стандарты жизни возрастут. А сейчас пора возвращаться в Киев на сессионную работу. Гарантирует, вернется и решит то, что обещал. Спасибо. Спасибо.